всем привет друзья это видео будет о том почему так важно проходить тест-драйв перед покупкой автомобиля который вы выбрали особенно это касается нового автомобиля и нужно полагаться на чьи-то ощущения от автомобиля кто-то может говорить про минусы автомобиля плюсы и так далее но ощущение отъезды комфорта и так далее вы можете только получить самостоятельно не нужно здесь доверяться таким моментам когда например сосед купил автомобиль и говорит вот меня все устраивает он классный прям отлично или кто-то где-то вы посмотрели какой-то ролик где кто-то говорит что вот автомобиль не очень хороший до плохого качества плохо едет и так далее здесь нужно полагаться только на свои ощущения потому что каждый подбирает автомобиль понятное дело что по экономическим соображениям но и тем не менее подбирает по так сказать ощущениям вообще от автомобиля и о его практичности для вашей эксплуатации и вот простой пример вчера я встречался с владельцем новой гранты он ее купил буквально пару недель назад в кузове лифтбэк до этого у него была приора и он взял себе гранту и вот сейчас по разговору с ним я понял что человек немного расстроен немного так сказать ожидал немного другого автомобиля почему потому что изначально у него были завышены ожидания автомобиль достаточно комфортный я имею ввиду уровня класса этого автомобиля шустрый быстрый и так далее неплохая подвеска именно по неровностям да то есть никаких пробоев ничего она идет ну можно сказать очень хорошо по таким вот грунтовым дорогам по разбитым дорогам плюс тем более у него уже так сказать рестайлинговая гранта у меня еще дорестайлинговая так вот в чем же было его небольшое разочарование разочарование у него наступило после того как он выехал на трассу выехал на трассу и по его словам просто ему было на ней страшно ехать более 100 километров в То есть, по его словам, на приоре у него такого не было, он мог ехать и с большей скоростью, и как бы управляясь одной рукой, никуда ничего автомобиль не кидал, а не швырял, а здесь почему-то он сказал, автомобиль как-то неуютно себя чувствует на таких скоростях, он начинает, как это сказать, рыскать, непонятно где, ноль на руле, то есть ощущение полное того, что колеса слегка приподняты над дорогой, да, то есть как будто бы они не касаются, руль становится очень пустым. И плюс боковой ветер, проезжающие мимо грузовые автомобили, все это сказывается тоже на устойчивости автомобиля на трассе, довольно-таки сильно его сдувает, ну, здесь я могу только подтвердить, опять же, как владелец Гранты. Все это почему? Потому что даже взять те факторы, что автомобиль очень высокий, да, для седана, для лифтбека, вообще для легкового автомобиля узкий, длинный, и это все сказывается на устойчивости автомобиля 100%. Есть какие-то способы решения этой проблемы, установка подрамников, установка более широких колес, занижение и так далее, но это все не стопроцентное решение. Я уже как-то записывал ролик по поводу управляемости Гранты, это сразу я ощутил после того, как я пересел, да, с Мегана на Гранту. В этом ролике я говорю, что комфортная скорость для Гранты это до 100 км в час, то есть до 100 км в час, в принципе, более или менее комфортно. До 80 вообще отлично, по 70, 100 и выше уже начинается, знаете, такой немножко дисбаланс, вы понимаете, что автомобиль очень легкий, автомобиль неустойчивый, то есть, ну, это все сказывается. До 100 км в час в городском цикле это прекрасный автомобиль, могу это подтвердить вполне себе комфортно. Руль крутится легко, там электроусилитель, но автомобиль для дальних каких-то путешествий, возможно, будет не очень хороший вариант, потому что, опять же, я вот съездил, ну, не так уж далеко, да, в одну сторону 200, обратно 200, и я довольно-таки, знаете, устал. Устал не потому, что там неудобные кресла, хотя и это тоже присутствует, но это не самое главное. Я просто-напросто устал, так сказать, удерживать автомобиль на скорости, то есть, в принципе, на 100 км в час на прямой более или менее. Чуть больше, где-то какие-то повороты, подъемы, спуски и так далее, как только заканчивается лесополоса, да, начинаются открытые поля автомобиль, по крайней мере, на моем автомобиле довольно-таки тяжело его удерживать, прямо это чувствуется, прямо хочется сбросить скорость и как бы уже с более меньшей скоростью продолжить движение. И вот то же самое человек подтверждает на новом автомобиле. Да, кому-то, может быть, это не критично, кто-то из города практически не выезжает, кто-то может написать и сказать, у меня даже есть еще тоже такие знакомые, которые ездят на Грантах и 140, ну, по крайней мере, так говорят, я не знаю, и она идет у них как по рельсам, как бы никаких проблем нет, никуда не кидает, боковой ветер она не чувствует, и вообще все вы придумываете. Кстати, если у вас Гранта, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такая проблема, или вообще это совпадение, и такие особенности встречаются довольно редко. Просто интересно, напишите, друзья, в комментариях. Теперь давайте вернемся к тест-драйву. Владелец этой Гранты довольно долго проездил на Приоре, и вот теперь он жалеет, что он изначально не сделал тест-драйв, не прокатился на ней на скорости, потому что на Приоре такой проблемы не было. Такого он, конечно, не ожидал. Поэтому, друзья, всегда перед покупкой любого автомобиля проходите тест-драйв, пробуйте, катайтесь, смотрите, удобно, неудобно, может, кому-то неудобно как-то по эргономике, кому-то не зайдут сидения, кто-то, может быть, ездит далеко, и в таких сидениях ему будет некомфортно. Может быть, кому-то не понравится, как включается передача, кому-то не понравятся еще какие-то моменты. Поэтому здесь, друзья, всегда полагайтесь только на свои ощущения. Не нужно 100% доверяться мнению других. Да, может быть, какие-то минусы и так далее, вам очевидно, все это расскажут, покажут, очевидные вещи, как бы здесь, да. Но ездовые характеристики здесь только вы сами можете их опробовать, прочувствовать и так далее. В целом можно сделать вывод какой? Гранта неплохой автомобиль, если мы сейчас говорим не о цене, да, а просто как автомобили, неплохой автомобиль. Да, есть какие-то там недоработки, но если брать городскую езду, то вполне себе комфортный автомобиль именно в этом классе. Ну, если не считать дребезг боковых стекол. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк, будет очень приятно. И подписывайтесь на канал. Всем добра. Всем пока.